Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что в нашем гипермаркете запчастей вы найдете нужные для вас узлы и агрегаты по лучшей цене. Помните, у нас отличный сервис и быстрая доставка. Так что заходите на сайт и заказывайте. С сегодняшнего дня мы решили идти дальше и не ограничиваться в разборе коробок и двигателей. В комментариях вы часто просили рассмотреть другие виды запчастей. Итак, встречаем двухмассовые маховики. Смотрите, сколько всего интересного мы сегодня для вас приготовили. Простыми словами, двухмассовый маховик служит для сглаживания неравномерной работы двигателя. Откуда же берутся эти неравномерности? Во-первых, коленвал испытывает неравномерные нагрузки в момент сгорания топливо-воздушной смеси, а также в момент ее сжатия. Во-вторых, в самом коленвале из-за неравномерных нагрузок происходят крутильные колебания. Это упругие колебания, которые происходят вдоль оси вращения коленвала по часовой стрелке и против часовой стрелки. Чем мощнее двигатель, тем сильнее эти колебания. Если частота вспышек в цилиндрах равна или кратно частоте крутильных колебаний, то возникает резонанс, и тогда коленвал может разломаться. Соответственно, для гашения неравномерностей в работе двигателя, а также крутильных колебаний, создан двухмассовый маховик. Он предохраняет коробку от вибраций, а также бережет сцепление на мощных двигателях. Как же устроен двухмассовый маховик? Вот два двухмассовых маховика, которые развернуты разными сторонами. Вот это ведущий диск, который намертво прикручен к коленвалу, а вот это ведомый диск, который соединен с корзиной сцепления. Между ними демпфирующая система. Таким образом, обе эти части могут совершать колебательные движения вдоль своей общей оси. Так как оба диска двухмассового маховика не жестко соединены между собой, надо соблюсти их соосность. Для этого используется поворотный подшипник. На ранних экземплярах маховиков использовался обычный шариковый подшипник. Затем позднее начали использовать подшипники скольжения, то есть простые втулки. На саксе всегда использовали втулки. И специально для вас, наши дорогие зрители и подписчики, мы распилили двухмассовый маховик, а точнее ведущий диск. Две его половины. Так вот крутящий момент от двигателя по вот этой демпферной пружине передается на фланец, который жестко закреплен с ведомым диском и крутящий момент пошел на сцепление и на коробку. В самом простом варианте в ведущем диске находятся две демпферные пружины, которые своими концами упираются в концы фланца. Пружины находятся в желобе диска. Эти пружины могут быть одинарные, двойные, тройные. То есть несколько пружин разного диаметра в одной. И эти пружины способны гасить весь спектр колебаний. В более новых маховиках используются небольшие легкие демпферные пружины, которые находятся во фланце, ближе к центру. Они включаются в работу, когда вот эти большие пружины отключаются. Как они могут отключаться? Дело в том, что когда маховик очень быстро крутится, то действует центробежная сила, которая буквально прижимает пружину к желобам. И тогда демпфирующие свойства пружины идут на минимум. И включаются вот эти маленькие пружины, которые находятся ближе к центру. Центробежная сила на них практически не действует. А теперь поговорим о признаках износа двухмассового маховика. Во-первых, возникает жесткая вибрация на холостом ходу и стуки при выключении двигателя. Маховики двухмассовые, которые работают в паре с DSG, бренчат на холостом ходу. Во-вторых, вибрации появляются на ходу при равномерной скорости и при ускорении. Неисправный двухмассовый маховик может стать причиной троения двигателя. Дело в том, что массы двухмассового маховика хаотично двигаются, и это создает дополнительные колебания на коленвале, которые ЭБУ пытается отловить и откорректировать впрыск. Эти колебания пропадают на холостом ходу при выжиме сцепления. Двухмассовый маховик можно проверить на неподвижном автомобиле. Для этого на нейтральной передаче нужно просто плавно нажимать на газ. Если характер вибрации и сами вибрации меняются, то значит надо менять маховик. Естественно, двухмассовый маховик можно проверить и на движущемся автомобиле. Для этого включаем вторую передачу, газ в пол из 20 километров разгоняемся до упора. Если вибрации будут слышны и чувствуются, то тогда тоже надо менять двухмассовый маховик. Двухмассовый маховик, когда выходит из строя с обрывом фланца, то тогда машина не поедет вообще. А теперь рассмотрим ситуацию, когда двухмассовый маховик работает подозрительно, но он исправен. Бывают случаи, что на холостом ходу его демпфер цокает. Но когда мы начинаем движение, то все симптомы пропадают. Причиной может быть троение двигателя. И в этом случае надо обязательно решить эту проблему, потому что вот это троение может раздолбать двухмассовый маховик. При износе сцепления, а не двухмассового маховика, при трогании отсутствует плавность и возникают удары. А в случае с осевым люфтом коленвала на ведущем диске двухмассового маховика появляются трещины. Вот это конкретно раздолбанный маховик. Посмотрите на зазоры между пружиной и краями фланца. Неудивительно, что люфт между обеими массами очень большой. Двухмассовый маховик может выйти из строя преждевременно, из-за разной компрессии в цилиндрах, из-за проблем со впрыском топлива, то есть его распылом и сгоранием. Вследствие мы получаем троение. Также из-за разрушенной подушки двигателя, также из-за разрушения демпферного шкива коленвала, также из-за неисправности обгонной муфты генератора, также из-за проблем с КПП и также из-за проблем со стартером. Также ресурс двухмассового маховика сокращает чип-тюнинг, езда в натяг на малых оборотах, буксования и даже оставления машины под уклоном на передаче. А теперь поговорим о том, как проверить двухмассовый маховик. У производителей маховиков Люк и Сакс есть базовые рекомендации для проверки бэушных и новых изделий. Резюмируем, бэушные и новые изделия проверяются одинаково. Именно так компания «АвтоСтронг» проверяет все маховики перед продажей. Рекомендации производителя Люк. Перемещение масс относительно друг друга не должно превышать 7 зубьев, учитывая вот этот свободный ход. В данном случае у нас все отлично. Радиальный люк для изделий с шариковым подшипником, но это не про этот маховик. Люфт не должен превышать 1,6 миллиметра. Для подшипника скольжения втулки, как в данном случае, люфт не должен превышать 2,9 миллиметра. В данном случае у нас тоже все в порядке. И ни при каких обстоятельствах не должно быть соударения масс маховика. Это двухмассовый маховик с автомобиля BMW E90 2.0 дизель. И есть у нас еще такой красавец Audi 3.0 TDI. Так вот, радиальный люфт здесь есть, но он явно в том допуске, который рекомендует люк. Осевой люфт здесь отсутствует и соударения масс тоже. У Saks другие рекомендации. То есть, перемещение масс маховика относительно друг друга должно быть на 3 зуба. Если на 4 зуба, то маховик неисправен. Но есть у Saks еще пространная рекомендация. То есть, перемещение на любой угол в обе стороны без каких-либо звуков и с одинаковым усилием. Ну а радиальный люфт у Saks должен быть вообще минимальный – 0,15 миллиметра. Этот маховик с двигателя 1.6 HDI Peugeot 307 и с ним тоже по рекомендации все в порядке. То есть, со всеми маховиками в «АвтоСтронг-М» все в порядке. И они вас ждут у нас на складе. Следует отметить, что маховики от люк и Saks для дизельных двигателей очень жесткие. И поэтому производитель выпускает набор инструментов с рычагом, чтобы можно было основательно покачать маховик на двигателе перед снятием и оценить его состояние. При покупке двухмассового маховика на разборке надо обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, чтобы грузики, если они предусмотрены конструктивно, были на месте. Затем, чтобы вот эта вот смазка не вытекала, то есть маховик должен быть сухим. И затем, чтобы диск сцепления не был потрескавшимся и не отдавал синевой. При установке двухмассового маховика надо убедиться, что устранены все причины, которые привели в негодность предыдущий маховик. И если двигатель и коробка исправны, то тогда можно устанавливать новый маховик. Заметим, что крепить двухмассовый маховик к коленвалу от болты нельзя. У люка и Saks есть определенные рекомендации по поводу момента затяжки болтов. Заметим, что для двигателей разных, они абсолютно разные. То есть есть рекомендация 60 ньютонов метров с последующим доворотом болтов на 90 градусов. А есть рекомендации 45 ньютонов метров, 60, 170 и так далее. И еще раз упомянем, что после фиксации маховика на коленвале его надо проверить в последний раз. То есть зафиксировать венец и покачать, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо шумов и что люфты в пределах допуска. Так реально рекомендует производитель. И это касается и новых и бэушных маховиков. Обзор маховиков на сегодня закончен. И помните, что в «АвтоСтронг-М» любые маховики и запчасти вы можете купить с помощью карты ХАЛВА от МТ-Банка и карты покупок от Белгазпромбанка. Надеемся, что данный обзор вам понравился. Поэтому пишите в комментариях о каких запчастях вы хотите знать еще. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Если вы действительно хотите знать о запчастях, двигателях и КПП абсолютно все. Также заходите на наши соцсети, участвуйте в акции «Честный отзыв». Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...